Итак, в эти выходные 1 и 2 октября состоится международная выставка кошек. Любопытное событие произойдет во дворце спорта 50 лет победы, так что всем любителям грациозных животных добро пожаловать. А более подробно об этом мероприятии сегодня в нашей студии расскажет Елена Владельщикова, заводчик питомника, опытный участник различных выставок вместе со своим питомцем Вернером. Доброе утро, Вернер, доброе утро, Елена. Доброе утро. Итак, давайте для начала определим, какие кошки вообще могут принять участие в выставке. В данной выставке могут принять участие абсолютно здоровые животные, имеющие, ну это как бы приоритетно, имеющие справку от ветеринарного врача, имеющие документы, подтверждающие принадлежность к какой-либо породе, либо могут принять участие домашние кошки, но при условии, что они будут обязательно кастрированы, либо стерилизованы. То есть получается, что кошки обязательно должны быть породистыми? Да. А есть ли вот дворовой кот, то у него нет никаких шансов, да? Нет, у них есть шанс, но только при условии, что они стерилизованы, либо кастрированы коты, и не должны они быть похожи ни на одну породу. А такие есть, да? Да, сейчас много помесей. А выставка международная, да? То есть владельцы кошек с разных стран приезжают к нам, да? Владельцы кошек могут приезжать, да, с разных стран. А с каких стран? В основном, конечно же, это Фарус, да, проводят такие выставки. Ну, это больше российская организация, поэтому из России приезжают люди. А ну вот так, кроме наших вот соотечественников, кроме якутян, вот чаще всего, вот с каких регионов приезжают? Ну, есть такой же опыт какая-то, вот динамика прослеживается? Ну, в основном ближайшие районы. Хабаровский край, да? Не Рюнгри. Ну, все-таки Якутия, да? Да, Якутия больше. Ага. Хорошо, дорогие друзья, мы продолжим беседовать с нашей гостьей Леной Владельчиковой через короткую рекламную паузу. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы нашей гости, отправляя вопросы на наш короткий номер 5577 с пометкой «Новый». Мы говорим о международной выставке кошек, которая состоится 1 и 2 октября. Сейчас реклама. Не переключайтесь. У нас в гостях Елена Владельщикова, заводчик питомника вместе со своим красавцем Мейнкуном Вернер. Он такой огромный. Сколько весит, Елена? 9200. Как рысь. 9 килограмм. Это норма для этой кошки, да? Да, это норма. Они все большие, получается, такие? Они все крупные достаточно. Это самая крупная кошка в мире. Среди домашних. Среди домашних. Конечно. Вот сколько уже заявлено на сегодняшний день участников? Сколько кошек будет участвовать в этой выставке? Наверное, уже неизвестно. По последним данным 140 участников уже записались на выставку. Ага. И поскольку выставка будет длиться 2 дня, 1 и 2, почему вообще вот такое вот разграничение? Что будет проходить в первый день? Что будет во второй день? Для наших телезрителей, может быть, немножко объясним. Разделили выставку на 2 дня, потому что очень много участников, ну, имеется в виду выставляемых животных. Вот. И чтобы как бы не было тесно, да, не было тесно, разделили на разные породы. То есть в первый день одни, одна порода, да, несколько вот определенных? Несколько породов, да. А во второй другие? Да, другие. А есть какая-то программка где-то? Можно это посмотреть, когда, допустим, если я любитель британских шотландцев? А я знаю, это, по-моему, в 1 октября будет. Скотиши, шотланды и бритиши, они, по-моему, 1 октября. Да, 1 октября. А второго? Мейнконы, как раз таки, да? Мейнконы, сибиряки. Ага. А вот, может быть, те телезрители, которые сейчас смотрят нашу передачу, да, и вот у них рядышком бегают симпатичные котики, вот они прям страсть как захотели принять участие, быстро-быстро вот они успеют подать заявку или уже вот все? У них есть такая возможность, ну, конечно же, при условии того, что у них есть документы, подтверждающие принадлежность к породе, животное абсолютно здорово, привито, то есть и там и бешенство, и вакцинация полностью, да, естественно, они могут успеть сделать заявочку до пятницы, до вечера. Да, это пятница до вечера. У вас сколько выставили? 130 участников, да? 140. А 140 участников. А это уже какая по счету выставка? Я, на наш счет, это третья. Это третья уже? Да, вот мы вот идем на третью. Это как ежегодная уже? Мы идем на третью, да, у нас еще были выставки, я не вела учет. Все, понял. Ага. А вообще вот по каким параметрам определяется вот лучшая кошка? Лучшая кошка выбирается, ну, в любом случае, в своей породе. Параметры какие? То есть животное обязательно должно соответствовать своей породе, должно быть, ну, красивое, ухоженное, вымытое, правильно подготовлено. А вот что-то вот подобное, как вот на собачьих выставках, они должны что-то выполнять, может быть, это тоже учитывается, может быть, если кошка умеет выполнять команды, и это большой жирный плюс в этом. Кошка должна показать всю свою красу, никаких команд мы не выполняем. Единственное, что могут исключить животное агрессивное, которое при осмотре судьей, допустим, себя неадекватно ведет, когаточки выпускает. То есть это работа над воспитанием все равно должна быть, да? Да, это диск. Чтобы она привыкала к людям, возможно, даже к чужим. Обязательно, да. А вот я еще слышала, что на эту выставку приезжает специальный судья из Москвы, это верно, да? И вот кто именно, может быть, не один даже судья? Эта выставка является лицензированной, и каждый раз, вот как выставка проводится, приезжают разные судьи. Вот. Ну, это для того, чтобы была возможность у участников получить оценки, поскольку условия выставки таковы, получаем оценку у разных судей. И потом эти баллы копятся? Да. А вот участники вашей выставки потом как-то куда-то переходят дальше, идут, ну, допустим, на Россию, если это вот у нас в основном же республика принимает участие, то потом когда-то уходят на Россию или там на мир. Это зависит от владельца животного, если есть финансовые возможности. Амбиции, наверное. Амбиции, желания. И если животное достойное, то, конечно же, выезжают. А вот, допустим, к нашему герою Вернеру. Он, у вас тут награда на столе стоит. Можете немножко рассказать? Наверное, самая дорогая, да, награда эта? Которая вам дорога. Вот расскажите о ней, где вы ее получили. Написано «Best of Best». Это что за номинация такая? Лучший из лучших среди всех пород кошек. А, то есть это не монопородная даже, да? Даже не. А, в этой номинации, получается, участвуют и те же наши любимые скотиши, шотландцы, мейн-куны. Между друг другом. Между собой, да, соревнуются. Каким образом может сфинкс конкурировать с мейн-куном, интересно? Сфинкс очень красивый. Не, ну все-таки номинация «Best of the best» и «Sphinx» и «Мейн-кун» как-то немножко не совсем понятна. Одна кошка большая, другая кошка, ну, совсем другая. Ну, хорошо, хорошо. Здесь уже, знаете, здесь уже больше на усмотрении судей, конечно же, да. Естественно, допустим, на вот эту номинацию «Best of best» попадают самые лучшие кошки среди своей породы. И уже эти самые лучшие соревнуются между собой. Вы эту награду получили у нас в городе, да? Да, в том году. Ага, ну я знаю, что вы еще участвовали и в других городах, да, с Вернером. Вот какая-то вот разница есть, вот, может быть, интереснее или дольше, длится. Или намного больше. Ну, участников наверняка больше, да. Породы какие-то интересные. Да, у нас была выездная выставка в Москву. Там, да, там, конечно же, очень много участников, более двух с половиной тысяч участников было. И они сидят весь день, да? Весь день. Как вот они сидят, вот на ручках вот так вот, да, или в переносках, вот как обычно это все выглядит? Или у них какие-то есть специальные домики? Специальные палатки. Для этого предусмотрены палатки выставочные, где животное себя хорошо чувствует, защищено. Вот, и можно на него посмотреть, поглазеть. То есть там прозрачный такой какой-то это, да. Ага. Что ж, ну, к сожалению, все вопросы мы не успели охватить. Любопытства у меня много по поводу кошки. Все-таки это мой любимый домашний питомец. Я недавно завела себе котика. Ты седняешь? Он кастракт. Я думаю, что он не сможет принять участие в подобном мероприятии. Тем не менее, мы желаем вам удачи, Еленой и Вернеру. Тебе удачи на этой выставке завоевать еще одну награду.